Назовите пять последних мисс вселенной. Назовите пять богатейших бизнесменов на планете. Назовите десять нобелевских лауреатов. Назовите пять обладателей Оскаров на последней церемонии вручения. Ну и? Вам не важно. Вам по барабану кто все эти люди. Вчерашних победителей быстро забывают, награды плесневеют на полках и вчерашние триумфаторы уходят в забвение. А теперь подумайте серьезно и будьте честны перед собой. Назовите трех преподавателей, которых вы уважали и которые вам многое дали. Назовите трех ваших друзей, которые были преданы вам. Вспомните трех своих знакомых, которые давали вам понять, что вы особенные. Назовите трех близких людей, с которыми вы часто проводите свое свободное время. Отдыхаете, ездите на рыбалку и так далее. Ну и как теперь? Люди, которые что-то значат в вашей жизни, не всегда красивы, богаты, умны и успешны. Зато эти люди были знаковыми в вашей жизни. Они были с вами в разные времена. И сложные, и радостные. Эти люди приятны и дороги вам. Небольшое отступление, такая лирическая история. В начале 90-х на Паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, по другим источникам это было в 92-м году в Сиэтле. Девять спортсменов, коллеги и инвалиды, встали на стометровую беговую дорожку. При стартовом выстреле началось соревнование. Не все бежали, но все желали прийти первыми и выиграть. Один мальчишка упал на асфальт и заплакал. Остальные восемь, услышав плач, замедлили бег и оглянулись назад. Они остановились и побежали обратно. Одна девочка с синдромом Дауна остановилась и притянула ему руку. И все девять обнялись и двинулись вновь к линии финиша. Все зрители на стадионе встали и зааплодировали. И до сих пор рассказывают эту историю. Почему? Потому что в душе мы знаем самое важное в жизни не выиграть для самих себя. Самое важное помочь другим выиграть. Даже если необходимо для этого остановиться и поменять направление. Берегите близких вам людей. Помогайте им и они отплатят вам тем же.